Первенство Владимирской области Торпеда Шор, Владимир, Кольщугино, Металлург 0.5, разгромная победа С нами легенда живая Владимирского торпеда Иван Каратыгин Вань, как тебе игра сегодня? С точки зрения чего? С точки зрения твоей позиции на поле, как? Ну, игра всегда праздник, да? Мы добились победы, очень рады, приятно, когда выигрываешь Вот, играли с молодежью, молодежь старается У них не получилось выиграть Ну, это футбол, одни выиграют, другие проигрывают Редко бывает, ничего Вообще, Металлург играет в открытый футбол, веселый, судя по результатам И 2-2, и 3-3, и 4-2, и 10-2, и 7-1 Вот, в бытности игрока торпеда, ты был с толпом у барона черно-белых Сегодня тоже играл на позиции защитника Я видел, что Вяткин играл нападающего Да, ну и, скажем так, игрока группы атаки Какая все-таки позиция у тебя в Кольчугина? Ну, постраиваемся каждый раз под соперника И под поля Потому что, поехав на первенство области по второй группе Некоторые поля просто не дают играть в футбол Больше пародия Я имею в виду качество покрытия Потому что где-то качкообразное Вот, где-то там трава по колено Вот, и где-то приходится упрощать просто Вот, и очень много борьбы Где поле позволяет, старается комбинационный футбол играть Вот Ну, и уровень команд соответствующий Поэтому и такие счета Кто-то послабее, кто-то посильнее Кто-то равный соперник Трудно бороться Вот А так, первые игры были такие счета Потому что коллектив новый, пока сыгрывались И ошибок было много в обороне Как у нас, так и, видимо, у соперников Пока все сыгрывались Напропускали Ничей Самый, наверное, главный вопрос Который хочется узнать ответ Владимирским болельщикам Что привело таких вот именитых торпедовцев Как вот Иван Каратыгин, Илья Зинин Алан Балоев, Кольчугина Ну, как ситуация Следующая возможность развивается Футбол уже не бросишь просто так играть Да, хочется Всю жизнь провел футболь Хочется себя поддерживать Поигрывать То там, то здесь В какой-то день мини-футбол играю В какой-то день 8 на 8 получается И вот по выходным На первенство области Так получилось, что ребята пригласили Скальчугина Говорят, почему бы нет Попробуй Неплохие отношения с руководством И решил Играть за эту команду А потом Пригласил Алана И остальных ребят пригласили Потому что Так положение Положение прописано Если заигрываем за один клуб Ты уже не можешь никуда переходить А нам, в принципе, требовалось усиление Кольчугина вышла в этом году На ступеньку выше И нужно было усиление Ребят пригласили В принципе, все хорошо влились И команду достаточно так усилили У нас такой крепкий коллектив И можем бороться за первое место Какие задачи у Металлорога? Ребята молодцы Ставят амбициозные цели Задача, конечно, занять первое место Выигрывать все матчи по максимуму А там Сезон покажет Ты говорил про поля Во втором круге Вам еще предстоят Точные дуэли с Александровским Фаэтоном Дома И с Рубином В Балакирево Это одни из самых главных конкурентов Наверное у вас Скажи, пожалуйста, как тебе Уровень Команды из Александровского района Потому что еще Струнино будет В первой группе И вообще уровень Второй группы Конечно, достаточно Слабый уровень В основном Один силовой футбол Очень много единоборств Техники достаточно Какого-то исполнения Можно сказать, мало Потому что Что тут врать Кто посильнее Тот играет повыше Правильно? Кто А тут Приходится Много бегать Мяч постоянно Часто вверху Некоторые команды выделяются Конечно Всех под одну гребенку нельзя Некоторые выделяются Но это буквально Тут две команды Ну вот Александрова неплохо Мы с ними играли Первый тур 2-2 сыграли Потом они прямо Можно сказать Поперли как следует И оторвались Сейчас интересно Что они себя представляют Мы играем с ними в конце В прошлом сезоне Ты играл за шор За торпедо Как ты думаешь Если на твой взгляд Там перспективная молодежь Которая При своем росте Да Могла бы достичь Там уровня Твоего Опять же В торпедо Заиграть в основной команде Нет Конечно Безусловно Молодежь есть Перспективная С ней нужно Работать Ну и Помимо того Что работать Молодежь должна Стараться Да И я думаю Что Спокойно Могут вырасти Хорошие футболисты Вот сейчас В торпедо Несколько Молодых Футболистов Пополнил состав Там Хохлов Сейчас играет в составе В основном Все-таки Значит Перфилов Да Перфилов Молодежь Воспитание Кого-все Челатин Очень приятно Вот Что Молодежь Есть Есть Молодежь Только Хотел бы Чтобы они Себя Раньше Проявляли Потому что Посмотреть Люди В Европе Уже В таком возрасте Играет в основе Что Думаешь Что же Они там Где же Они учились Да Вот И Желаю Нашим Молодежи Раньше Как можно Заигрывать Стартовать И Радовать Нас Красивыми Играми Сидел тебя На Основном Стадионе На Играх Главной Команды Города Следишь Ли За торпедо Конечно Конечно Торпедо Моем Сердце И Слежу По возможности Не скажу Что хожу На каждый матч Редко Выбираюсь Но На некоторые Приходится Получается Попасть Вот А так Результаты Все Голы Смотрю Обзоры Конечно Вот Общаюсь Приятно Видеть тебя В черно-белом Да Да Это Самому Приятно Раз Согласен Поделись Чем ты Занимаешься После завершения Карьеры Футболиста Профессионального Видел у тебя На странице Вконтакте Репост Мероприятия Спортцентра Молодежный Как-то Может быть Связан с ним Да Сейчас В данный момент Работаю Молодежным С друзьями С вами С Маратом Мангушевым С Павлом В Тюрином Также У нас Там Пополнился Наш Коллектив Другими Футболистами Знаменитыми Но это Пока не буду Раскрывать Вот И Да Организовываем Мероприятия Спортивные Помогаем Другим Организовывать И Репосты Делаем Чтобы Больше народу Приходило Участвовало В спортивных Мероприятиях 1 сентября Состоится Не только День Города Владимира Но и Финал Кубка Области В Кольчугино Как раз Он пройдет Как ты думаешь Стадион Металов Готов К финалу Ну Вообще Можно Отметить Положительно Что Перенесли Финал В область Люди Там тоже Посмотрят Что такое Футбол Интересно Не так часто Проводятся Такие матчи Думаю Что Поле В принципе Позволит Играть Футбол Неплохое А Инфраструктура Насколько я знаю Будет Улучшаться Утвердили Проект Будет Спортивный Комплекс Так что Не просто Так Видимо Чему Мы Все Рады Твой Твой прогноз На финал Кубка Кто выиграет Там сейчас В полуфинале Играют Эвис Строитель Гвардейцы В НИЗЖ Ну я думаю Что у них ЖЗ будет Куприева В принципе И кто Твой фаворит Финал С одного матча Стоит Один матч Решить Может Все Что угодно Могут Погодные Условия Мешаться Да Ну думаю Борьба Будет Такая Не нажим А насмерть И Кто-нибудь Выиграет С небольшим Перевесом В принципе Потому что Унижезе Закрывается Куприева Насколько я знаю Бежит Вперед Поэтому Унижезе Закрывается И Будет Такая В принципе Наверное До Первого Гола Понял И еще Один Вопрос Такой У меня Родился В последнее Время В этом Сезоне В торпедо Впервые За долгое Время Не владимирский Капитан Дмитрий Чернухин Как вообще Ясно Сносишься Такому Явлению Должен ли Быть Именно Владимирец Или Не имеет Значения Ну Почему Ну Конечно Было бы Как сказать Было бы Здорово Если Было бы Наш Владимирский Но Так Сложились Состоятельства Видимо К Чернухину У меня Хорошее отношение Хороший футболист Качественный И он Себя Зарекомендовал В команде Достаточно Хорошо И не только В нашей То есть Он Играл В Командах Приличных Поэтому Его не просто Так Назначили Ну Дай бог Чтоб Местные Быстрее Росли Получали Авторитет Зарабатывали Да И становились Капитанами Вот Ну Это Нормальный Процесс Так что Молодежь Пока Еще Спасибо Победа Пожалуйста Красавцы Спасибо